Воскресенский район Особо чествовали на празднике трудовой династии Молоткиных. Благодарственным письмом губернатора отметили труд начальника цеха централизованного ремонта химкомбината Юрия Чернышева. Наша задача поддерживает оборудование в истинном состоянии. Это не зависит от времени суток, погоды и всего остального. Бесперебойная работа всего оборудования, а значит выпуск удобрений и выполнение плана заставляет Юрия порой работать неурочно. Также засиживается допоздна за анализом данных экономист Татьяна Самсонова. Приходится много трудиться, приходится порой решать достаточно сложные задачи, потому что требования, которые к нам предъявляет и правительство Российской Федерации, и правительство Московской области, планы у нас грандиозные, конечно, поэтому мы стараемся. Воскресенцы Мы иногда говорим, что Воскресенцы это город химиков и строителей. Мы, конечно, лугами, потому что сфера деятельности, куда вкладывает свой ум, талант, знания Воскресенцы, он гораздо широкий. И сегодня мы честно и поздравляем, говорим слова поздравления именно профессионалам, которые работают в самых различных сферах жизнедеятельности. Сельское хозяйство, здравоохранение, образование, культура. Все вы прославляете своим трудом и служите жителям Воскресенского района. Впервые на районном дне труда была заложена традиция. Ветеранам вручили знаки главы района за отличие в труде. А букеты цветов им преподнесли победители, призеры областного чемпионата профессионального мастерства WorldSkills. Чувство переуполняет одухотворенность и благодарность за уважительное отношение к нашим ветеранам. Труда, я как представитель сельского хозяйства, больше всего заинтересован в возрождении, в какой-то степени пропавшей нашей зарубленной отвости сельского хозяйства. Александр Земляков более 46 лет отдал аграрному сектору. Впрочем, каждый из ветеранов труда приложил усилия для процветания родной земли. Это в первую очередь пример для подражания. Это люди, на которых стоит равняться, с которых стоит брать предмеры и почитать их, зная, что они сделали огромный вклад в развитие нашего города. Присутствующие в зале труженики, которые в этот вечер удостоились благодарности губернатора и главного управления территориальной политики Московской области, грамоты почетных знаков Мособолдумы, награды областного объединения профсоюзов, главы и руководителя администрации и совета депутатов района. Я хочу, первое, это поблагодарить вас за ваш труд, за вашу ежедневную работу, которую вы делаете на своих местах и стараетесь делать это хорошо. Для того, чтобы мы могли нормально жить, наши дети могли хорошо учиться, чтобы в домах было тепло, чтобы медицинское обслуживание было на должном уровне. Предприятиям и организациям стабильной работы, а работникам достойной заработной платы и безопасных условий труда. Пусть труд приносит вам радость и благополучие. Будьте здоровы и счастливы. На праздники труда наградили победителей и призеров муниципального конкурса сочинений «Моя будущая профессия». Даже на мероприятии продолжал работать инженер по технической эксплуатации зданий Валерий Самойлов. Как служению Дворца культуры «Юбилейный» специалист относится трепетно. Где-то плиточка, где-то кустики. То есть на нашей территории здесь общая постройка, где-то порядка 100 гектаров целиком. Поэтому приходится стричь, поливать, ухаживать. Ну вот фонтан опять же у нас рабочий, постоянно за ним следим. Само здание, да, разумеется. Замки, двери, пожарные выходы, то есть много обязанностей, чтобы люди были в безопасности, кондиционеры опять же. Не смолкающие аплодисменты свидетельствовали, что люди, созидающие на Воскресенской земле, в почете. Недаром великий классик и однофамилица руководителя администрации района Антон Чехов сказал, без труда не может быть чистой и радостной жизни. Евгения Светлая, Дмитрий Волнов, Воскресенские вести.